В этом кафе не найти свободного столика. Сюда приходят не просто за ароматным эспрессо или капучино, а за атмосферой и историей. Грека считают старейшим кафе Рима. Заведение открылось в 1760 году на одной из самых старых улиц столицы – Виадей Кандотти. Но скоро кафе может прекратить своё существование из-за неподъёмной арендной платы. «Сегодня мы третий раз воспрепятствовали прибытию судебных приставов. Нам удалось отложить выселение до 29 января. Но на этот раз мы мобилизуемся, чтобы не дожидаться этой даты, сложа руки». В этом кафе бывали британский писатель Чарльз Диккенс, поэт Джон Киттс и такие голливудские звёзды, как Одри Хепберн и Элизабет Тейлор. Заходили сюда и члены разных королевских семей. Проблемы начались в 2017 году. Владелец помещения сообщил о повышении месячной арендной платы с 20 тысяч до более 133 тысяч долларов. Такая цена хоть и высокая, но ниже средней платы для этого района. Впрочем, для владельцев кафе это всё равно оказалось слишком дорого. Они надеются отстоять заведение, заручившись поддержкой клиентов. «Я надеюсь, что найдут какое-то решение, потому что такое важное кафе не может просто так прекратить своё существование. Оно важно не только на местном уровне, но и для всего мира». «Если они закроют кафе, это будет конец. Когда я еду в Париж, подобное кафе для меня как ориентир. Все туристы приезжают сюда, его просто не могут закрыть». Прецеденты закрытия исторических заведений в Риме уже были. В 2014 году из-за повышения арендной платы пришлось закрыть знаменитое «Кафе де ла Пача». В нем часто пил кофе режиссёр Федерико Феллини. Помещение по-прежнему остаётся пустым.